Праздник духовности и просвещения закончился, но не пройдет бесследно эта насыщенная неделя для тех брещан и гостей областного центра, которые побывали на выставке Брест Православный. Каждый услышал, увидел то, чего не хватало ему в повседневной суете нашей жизни. Выставка Брест Православный подарила посетителям ощущение благодати и покоя, посеяла в душах зерна веры, которые дадут, пусть не сразу, не сию минут на свои сходы добра, искренности, открытости и правдивости. Каждый, кто приходил сюда в эти дни, надеемся и верим, нашел здесь что-то для своей души, задумался над своей жизнью и, наверное, что-то исправил в себе. То есть мы видим, что выставка нужна, мы видим, что люди сюда идут, мы видим, что все, кто проходит даже мимо, видят величие и славу нашего святого православия. Мероприятия, которые прошли в рамках выставки Брест Православный, будь то конференции, встречи со священнослужителями, да и просто экскурсия по павильонам, это пусть небольшое, но приобщение к духовному, приобщение к церкви. Я вижу, что наши люди, которые пришли к вере, в том числе и я, что мы на правильном пути. Слава Богу, что они к нам приехали. Я очень довольна, что они к нам приехали, что люди даже вообще далекие от всего пришли, подали записки. Надо, надо обязательно вот эти выставки, чтобы они приезжали к нам. Ну, конечно, душевная, чистота, любовь, вера, надежда и премудрость Божья. Я сделала все то, что хотела. Я вышла из дому, поблагодарила Господа, чтобы все то, что я хочу, получилось, и у меня получилось. Как здорово. Я просто не ожидала. Душевная благодать. Это чудо. Это чудо, понимаете. Даже чудо в мелочах, как для нас, в мелочах, а вот все сделано, слава Богу. Спектр представленных на выставке ярмарки Брест православных экспонентов был довольно широк. Церкви, монастыри, братства и сестричества, народные умельцы. На витринах можно было увидеть церковную атрибутику, духовно-просветительскую литературу в широчайшем ассортименте. Фильмы, а также лекарственные травы, мед, целебные масла и настои. Много интересного и полезного для души и ума можно было узнать на выставке Брест православной. В ее рамках прошли презентации книг, творческие встречи. Можно было услышать чудесные песнопения и колокольные звоны. Но цель выставки, ее значение гораздо глубже. Мы еще раз, в очередной раз получили возможность прикоснуться к святому, духовному, возвышенному. Имели возможность для себя что-то извлечь, хорошее, доброе, светлое, которое мы несем, которое несет наша православная церковь. Очень не хотелось бы говорить слова прощай, поэтому я говорю до свидания, до новых встреч, до новой выставки Брест православный 2017 и так далее. Некогда Лев Толстой сказал, человек, обладающий верой, приближается к совершенству, но именно вера и совершенствует его. Верьте себе и живите, напрягая все свои силы на одно, на проявление в себе Бога. И вы сделаете все, что вы сможете сделать и для своего блага, и для блага всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok